МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа Республика в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Несмотря на погоду, депутаты горсобрания проверили содержание улиц в зимнее время. Школа для агробизнесменов. В Республике Донстарт новому образовательному проекту. Поддержи свою команду. В Чувашии прошел всероссийский фестиваль-конкурс черлидинга. В Чувашии завершился мониторинг качества уборки придомовых территорий. Его проводили в рамках партийного проекта «Единая Россия» и школа грамотного потребителя. В целом, к состоянию большинства дворов в Цивильском и Ринском посаде претензий не было. А вот уборка некоторых дворовых территорий в Чубаксарах не устроила проверяющих. Вот так, пешком с телефоном, необходимо проверить каждый двор, где, по мнению жильцов, плохо убирают снег. Координаторы проекта оценивают работу управляющих компаний визуально и общаются с жильцами. Во дворе дома номер 71 по проспекту трактора «Строители» высокий накат снега – глубокая колея. Это же невозможно ехать. Ну нет, конечно. И ходить сложно? Сложно. Плохо чистят? Плохо. Ездить плохо. Высота не соответствует. То есть тут колея, колея больше трех сантиметров, должно убираться в течение двух суток по дорогу территории. Поэтому здесь этого быть не должно. Такая ситуация здесь с начала февраля. Обильные осадки, перемежающиеся сильными морозами, видимо, мешали управляющим компаниям вовремя справляться со стихией. Такая же ситуация в одном из дворов по улице Пролетарской. Не слишком хорошо заезжать, неудобно. Скользит машина, да и не убирает, когда снег идет. Колея, да, наверное? Да, колея. С колеи выезжать тяжело. К администрации города будут направлены предписания о необходимости уборки этих территорий. Управляющим компаниям придется с помощью грейдера убрать колею. Песчано-соляная смесь в такие морозы не годится. Но вот что интересно, при одной и той же погоде некоторые компании содержат дворы в полном порядке. К примеру, как на улице Асламаса. Нарекание вызвало только состояние внутри квартальной дороги. Тут, скорее всего, машины вечером паркуются, поэтому, скорее всего, сложно, надо вечером посмотреть. Но, в любом случае, такого быть не должно. Если есть знаки, они должны привлекать и районную администрацию, и ГИБДД. Затрудняет видимость и гора снега, сваленного после уборки на обочину. Нормально не содержится этот участок дороги. И дадим ему срок для устранения. Здесь страшного ничего нет. Мы за буквально день-два, дорого, мне кажется, порядок это наведет. Активисты проекта оценивали не только дворовые территории, но и состояние крыши детских площадок и тротуаров. Эти адреса, которые мы сегодня были, это жалобы, жалобы жильцов, которые поступают к нам в центр. Мы берем эти жалобы, выезжаем, смотрим. То есть, они были с фотографиями, направлены. И радует то, что у нас граждане сознательные и знают, просят о помощи. Эта помощь должна быть оказана. Мониторинг у нас идет не только по звонкам, у нас мониторинг идет в соцсетях. Есть очень много чатов, придомовых чатов, где у меня есть помощники, где и по личному округу. Они всегда звонят, подсказывают. Координаторы подчеркнули, что активность жителей позволяет вовремя реагировать на жалобы. В период сильных снегопадов, а они, по прогнозам синоптиков, начнутся уже завтра, это сделает нашу жизнь безопаснее и комфортнее. Татьяна Молокова, Сергей Копеев, Республика. Олег Николаев поручил Минструю Республики ускорить разработку единых стандартов водообсножения и водоотведения на местах. Мы уже рассказывали о том, что жители деревни Малой Отмене Красночитайского района испытывают нехватку воды. Уже несколько лет в их населенном пункте мелеют колодцы. Ближайший источник – пруд, который находится в конце деревни. И эта проблема касается не только данного населенного пункта. Здесь, коллеги, мы с вами являемся свидетелями того, что сигналы с населенных пунктов, прежде всего с сельской местности, только усиливаются, что вода в колоссах уходит, вода становится менее доступной. И здесь мы с вами, вот если будем реагировать уже после того, как проблема появится, мы просто будем не успевать. Поэтому давайте четкое видение мы выработаем и, самое главное, выработаем стандарты. Еще одна тема, которую обсудили участники заседания – дополнительные льготы детям войны, которые вступят в силу с 1 июля этого года. Напомним, детям войны относятся те, кто родился в СССР в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года. Дети войны получат право на денежную компенсацию за некоторые виды платежей. Это взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, плата за коммунальные услуги, наем и оплата за содержание жилого помещения в коммунальных квартирах. В случае, если гражданин уже имеет право на получение денежной выплаты по ряду оснований, у него есть право выбора. То есть это либо выплата как труженику тыла, либо выплата как ветерану труда. В настоящее время более 90% наших жителей, которые относятся к числу детей войны, уже получают различные меры социальной поддержки. При этом, если гражданин, имеющий статус дети войны, решил оставить себе предыдущую форму поддержки, то ему дополнительно куда-то обращаться не надо, он ее будет продолжать получать по-старому. Если все-таки будет выбран статус дети войны, то нужно обратиться в МФЦ или в отдел социальной защиты. Также Кабинет министров Чувашии одобрил проект закона, согласно которому увеличится размер выплаты приемным родителям, осуществляющим опеку на возмездной основе. Рост равен почти 3%. Это среднегодовой индекс потребительских цен за 2020 год. На эти цели предусмотрено около 69 миллионов рублей из республиканского бюджета. Предлагается установить размеры вознаграждения приемным родителям, опекунам, попечителям, которые осуществляют опеку на возмездной основе, в увеличенном размере, начиная с 1 января 2021 года. После вступления в силу закона, отделы соцзащиты населения произведут перерасчет вознаграждения, начиная с 1 января 2021 года. Как построить бизнес на селе и куда направить имеющиеся средства, чтобы они приносили прибыль? Этому будут обучать в школе фермера. Чувашия – один из 15 регионов страны, где в этом году запущен новый образовательный проект. Он объединяет возможности и ресурсы профильного министерства, вузов и фермеров. Телемост и первая лекция для регионов-участников проекта состоялись в дистанционном формате. Изготовление сыров, выращивание ягод и плодоовощных культур. Эти три направления признаны наиболее перспективными и востребованными в Чувашии. Если для ягод не сезон, для учебы самое время. За парты в первом потоке сели 20 фермеров, как начинающие, так и состоявшиеся. Как отметил в ходе телемоста известный мастер по сырам Олег Сирота, чтобы не учиться на собственных ошибках, а перенимать уже наработанный опыт. Он считает, у Чувашии есть все возможности, чтобы стать одним из лидеров сыроделия. Главное знать как. Вот я, например, очень много ошибок совершил из финансирования проектов, из неправильных подсчетов. Я поразил, что не банкротился. Школа фермера позволит людям объединяться, создавая рентабельный бизнес, повышать компетентность. Занятия будут проходить на базе Чувашского государственного аграрного университета. Своими знаниями поделятся представители крупного бизнеса, успешные фермеры. Это теоретическая, фундаментальная часть подготовки будущих фермеров, в которую входят не только базовые знания в области экономики, ведения фермерской деятельности, в области парового сопровождения, функционирования фермерского хозяйства. И вторая часть – это практическая часть, которая будет непосредственно происходить на базах так называемых практики, которые сосредоточены как в Чувашской республике, так и за пределами. Кроме того, бизнесмены получат отличную возможность укрепить свои позиции. Они пройдут стажировку на ведущих предприятиях агропрома и в лучших фермерских хозяйствах страны. После двухмесячного курса выпускники получат дипломы и смогут претендовать на грантовую поддержку. В этом году есть большое желание поддержать 10 сыроваров. Размеры гранта составят около 10 миллионов рублей и 40% должно быть софинансирование своего фермера. То есть, если государство дает 10 миллионов рублей, еще 4 миллиона примерно должен добавить будет фермер. В случае, если они захотят объединиться в кооперативы, и чтобы они часть гранта могли... Сделаем так, чтобы они часть гранта могли отправить на неделимый фонд кооператива. То есть, создать общий такой имущественный комплекс, скажем так, кооператива. Грантовая поддержка распространяется и на другие направления хозяйственной деятельности. Это позволит фермерам выйти на совершенно иной промышленный уровень, создать новые рабочие места и повысить уровень доходности. Также будем иметь возможности и повышения доходов населения, ну и, конечно же, дальнейшего развития. В ходе встречи Олег Николаев также ознакомился с работой учебного банка при Аграрном университете. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. Контрольно-счетная палата Чувашии провела выездное заседание коллегии в АлатРе. Речь шла о передаче полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю. Целевое и результативное использование бюджетных средств – одна из важнейших задач органов власти. Между тем, в своем послании к Госсовету Республики глава Чувашии Олег Николаев отметил, что контроль за расходованием финансов в муниципалитетах не всегда эффективен. Один из способов решения проблемы – передача этих полномочий специалистам. Согласно федеральному закону, муниципальные собрания депутатов, как представительный орган власти, имеют право заключать соответствующее соглашение с контрольно-счетными органами субъектов. Этим правом воспользовались власти Канаша, Шумерли и Алатаре, направив обращение в контрольно-счетную палату Чувашии. Строить планируем работу таким образом, чтобы процессы были более оптимизированы, потому что единые подходы должны нам позволять вырабатывать вам предложения, что можно улучшить в работе и в деятельности органов исполнительной власти, чтобы выявить дополнительные резервы как в бюджете, так и по повышению эффективности использования бюджетных средств. В первом квартале 2021 года в Чувашию поступит более 300 миллионов рублей на закупку трех пассажирских судов на подводных крыльях Валдай. Распоряжение об этом подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин. Они предназначены для скоростных речных перевозок. Напомним, презентация судов такого типа прошла в начале сентября прошлого года. Вместимость Валдая 45 человек, дальность плавания до 400 километров. Это позволит улучшить транспортные связи в регионе и простимулирует развитие внутреннего туризма. В Центре занятости заработал профильный кабинет работодателя. Это нововведение поможет предприятиям напрямую контактировать с искателями и использовать все виды государственной поддержки. Профильный кабинет предприятия на базе Центра занятости это новшество не только для Чувашии, но и для всей России. Подробнее в нашем следующем материале. Сегодня количество состоящих на учете безработных граждан в два раза превышает цифры, сложившиеся до пандемии. Центр занятости принимает дополнительные меры для их трудоустройства. Один из методов – зона работодателя или постоянное присутствие в Центре занятости представителей кадровых служб крупных предприятий, где открыто много профильных вакансий. На подготовленную фокус-группу с помощью работников Центра занятости мы оповещаем, приглашаем их на день. Выходят сюда работники работодателя, то есть кадровики. И это очень удобно. Человеку, который получил направление, ему не нужно ехать ни на своем, ни на общественном транспорте, ни далеко, ни близко по городу. А здесь же непосредственно он доходит до работодателя. Кроме того, интересно работодателю. То есть он не ограничивается только направлением, только вот этой профессией. А он пользуется всем спектром услуг, которые мы предлагаем. Это и обучение, и переобучение. То есть зона работодателя в Центре позволяет изменить подходы к поиску и трудоустройству граждан. Предварительное профилирование безработных сокращает время подбора кадров. Этой возможностью воспользовался концерн «Тракторные заводы». Его предприятия наращивают объемы производства и нуждаются в рабочих руках. Новой правильнической команде удалось значительно увеличить темпы роста производительности труда, что обеспечивает рост заработной платы на заводы предприятий, налоговых отчислений. Сегодня предприятие концерна – это более 8 тысяч сотрудников в нашей республике. И с каждым годом потребность от квалифицированных кадров она только увеличивается. Мы возлагаем большие надежды на тот профильный кабинет, который сегодня открывается в стенах Центра занятости. Надеемся, что это минимизирует временные затраты для поиска людей, ну и сделает удобным для сыскателей выбор предприятий концерна как место своей работы. В профильный кабинет работодателя направляются граждане, заинтересованные в работе на данном предприятии, и те, кто имеет необходимую специальность или опыт работы. Я давно нахожусь без работы, потому что длительное время была по уходу за детьми. Ну, пришло время выходить на работу. По профессии я шлифовщица, и я буду рада, если Центр занятости предоставит мне достойную, высокооплачиваемую работу, потому что детей все-таки надо кормить, готовить к школе. Соискателям с опытом работы или специализацией по востребованным в концерне тракторные заводы вакансиям специалисты заранее разослали приглашение и назначили время приема. А если у человека недостаточно компетенции и требуется переобучение, Центр занятости может направить его на курсы повышения квалификации, после чего, как правило, проблем с трудоустройством не возникает. Во-первых, конечно, сокращаются сроки, скажем так, обработки документов. Это, наверное, удобно и для специалистов Центра занятости, в том числе и для нас, не отвлекая кадровых работников от своих других обязанностей. В том числе мы здесь максимально рассказываем соискателям о всех возможностях, о всех социальных гарантиях, условиях работы, заработной платы, максимально и полно по всем предприятиям, концерно-тракторные заводы. Концерн готов принимать на работу жители всех городов и районов Чуваши, в том числе и вахтовым методом с предоставлением транспорта и временного жилья. Поэтому в дальнейшем планируют внедрить и такие формы работы, как ярмарки вакансий по видеоконференцсвязи, когда соискатели из других муниципалитетов онлайн будут общаться с работодателем. Впрочем, Центр занятости Чуваши намерен расширять возможности профильного кабинета и приглашает к сотрудничеству и другие предприятия, где требуются кадры. Фокус-группа, с которой мы очень намерены серьезно работать, это молодые специалисты. Те, которые сегодня получают специальность, это те, которые еще учатся. И в этом смысле мы видим большие перспективы. Мы будем совместно с кадровиками предприятий по тем категориям, которые им интересно, привлекать сюда учебные заведения с тем, чтобы уже на этапе выпуска формировать вот эту фокус-группу, с которой мы должны будем работать. Такие фокус-группы Центр занятости Республики готов формировать и для других предприятий. Уже сейчас некоторые из них изъявили желание участвовать в проекте. Куклы никого не оставляют равнодушными. Но если дети воспринимают их как игрушки, то взрослые считают образцом искусства. Лилия Афанасьева из села Балабаш-Баишево Батыревского района лишь недавно стала заниматься куклами. Но ее чувашские красавицы уже известны на всю округу. В доме мастерицы всегда многолюдно. Гостей встречают куклы в национальных костюмах. Многие отмечают у них живые глаза. Веселые, добрые, лукавые, но только не грустные и не печальные. Мастерица вкладывает в создание кукол всю душу и тепло своих рук. Поэтому и аура у них особая. Красоту подчеркивают вышитые национальные узоры, бисерная отделка и украшения из монет. Ручная работа требует прилежности, терпения и знания старинного ремесла. Сперва мастерила из пластика, потом начала изготавливать мягкие куклы. Вот это она, мягкая кукла называется. Мягкая кукла. Я думаю, ткань излучает какое-то тепло. На одну куклу примерно уходит неделя. Каркас делается из проволоки. Дальше идет поролон. Шую платье в основном. Потом за платьем идет фартук. Фартуки выразить у вашей вышивки. Она очень красивая у нас. Помимо игрушек, умелицы рисуют картины и изготавливают панно. Творческие идеи находят в окружающей ее природе. Заветная мечта принять участие во Всероссийском конкурсе мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». Ольга Семенова, Регина Кубайкина, Георгий Кривошейн, Республика. В Чувашии прошел Всероссийский фестиваль-конкурс «Студенческая черданс-шоу-лига». О том, кто стал победителем, расскажет Ольга Семенова. Шоу и спорт в одном лице. Чтобы выступление было ярким и зрелищным, спортсмены, конечно, усиленно тренировались. Боролись за победу в этом году 14 команд из 11 регионов страны. Мастер-классы для ребят проводили чемпионы чирлидинга. Ребята абсолютно разного уровня, из разных команд. И поэтому за два часа, а это очень короткий срок, научить прямо очень большому количеству чирлидинга и новых элементов сложно. Моей целью было объединить их, так как это фестиваль. Мы делали разные пирамиды, станты. Они взаимодействовали с партнерами из других команд. И получилось очень весело и продуктивно. Финал фестиваля прошел во Дворце культуры ЧГУ имени Ульянова. Каждая команда представила свою визитную карточку и заранее подготовленный танец. Строгая жюри оценивала не только качество исполнения, но и идею номера. Гран-при получила команда Чувашского государственного университета «Пауэр». Юные спортсмены получили путевку на всероссийскую студенческую весну, где вновь смогут показать свое мастерство. Правительство Чувашии и Российский союз молодежи заключили соглашение о сотрудничестве в планах реализации совместных проектов по развитию молодежного туризма, спорта и творчества. Это будет новый виток, новый этап активизации молодежного движения в нашей республике. Сегодня это крайне важно, потому что мы в университете ставим задачу такую, чтобы республика стала пространством возможностей самореализации для каждого. Ольга Семенова, Александр Отюков, Республика. Фильм детского медиа-центра «Куча мала» номинирован на Всероссийскую премию «На благо мира-2021». Напомним, ребята выпустили картину «Королевство лишних слов» о русском языке и стали ее актерами, операторами, режиссерами, конечно, при помощи взрослых. Киноработа представлена в номинации «Художественное кино». Финалистов конкурса выберут зрители. Голосование за проекты будет проходить в три этапа и продлится до конца октября текущего года. По итогам рейтингов зрительского голосования экспертный совет определит лучших. Оставить свой голос за фильм «Королевство лишних слов» детского медиа-центра «Куча мала» можно на сайте. Живу благодаря читателю. В Национальной библиотеке состоялся вечер поэзии и музыки, посвященный юбилею Раисы Сарпи. Сарпи «Солнечная княжна» в переводе с чуварского. Бабушка Раисы Васильевны дала ей двойное имя по древнему чуварскому обычаю, чтобы бог смерти заблудился между ними и не смог найти свою жертву. Все ее творчество – это, по сути, летопись родного края. На стихи поэтессы написано более 400 песен. Многие из них звучали на творческом вечере. Особая лиричность делает ее поэзию узнаваемой. Рядом с ней всегда молодые таланты. Она проводит семинары, занятия, мастер-классы. Говоря о современной чуварской литературе, я уверенно уже могу сказать о так называемом феномене Раисы Сарпи. В современной чуварской поэзии она такая глыба, масштабная, она своеобразная. Любимым местом поэтессы является Национальная библиотека. Здесь у нее много почитателей. Раиса – известный переводчик. Перевела на чуварский язык произведения писателей разных народов мира. Что такое поэты, что такое писатели – это прежде всего книга. И все книги, конечно, она подарила нам, в Национальной библиотеке. Они у нас не пылятся, они находят своего читателя и приносят радость и удивительный мир поэзии. На юбилей Раиса Сарпи пришли ее родные и близкие – коллеги по Перу, друзья из разных районов республики и Ульяновской области. Живу благодаря солнечной системе моих добрых друзей, благодаря моим друзьям, родным. Я прожила до 70 лет. Надеюсь, как и мой отец, перепрыгнуть за 100 лет. В планах мастера поэтического слова – новое произведение. И нынешний юбилей – всего лишь повод подумать о будущем. Екатерина Шиверова, Роза Деменцова, Бахтиар Вилеев, Республика. Это были главные новости 24 февраля. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова